Таллиннский водоканал Таллиннский водоканал Таллиннский водоканал Они развиваются очень быстро, но для того, чтобы технология работала правильно, за ней нужно следить, и, безусловно, постоянно в ней нужно что-то менять, либо что-то делать по-другому. Так как мы говорим о Таллинском водохранилище, то есть мы говорим о Юлимисе, куда приходит вода, то это живой водоем, в котором живут разные организмы. И, безусловно, год от года водоем ведет себя по-разному. То есть в нем появляются разные живые организмы, меняется состав рыб и так далее. То есть каждый год, независимо от того, что эту технологию мы полностью не меняем, мы все равно ее подстраиваем под то, чтобы эту воду можно было очистить таким образом, чтобы она отвечала всем стандартам. Вы директор по производству и наверняка знаете во всех подробностях, каким образом происходит очистка воды. То есть какие процессы делаются, какие анализы забираются из озера Юлимисто-океанологами и, может быть, другими экспертами и так далее. Что вы делаете для того, чтобы эта вода была чистой? Ну, в первую очередь, конечно, мы производим забор воды, очищаем ее механически. То есть, так как это открытый водоем, то в нем присутствуют всевозможные ветки после больших ветров. Также при заборе воды может попадать какая-либо рыба. И, безусловно, несмотря на то, что озеро на сегодняшний день окружено забором, и это санитарная зона, куда запрещен доступ, скажем так, обычному обывателю, все равно можно с поверхности воды время от времени собрать какой-либо пластик или что-то в этом роде. После того, как вода приходит уже к нам на чистную станцию, мы используем всевозможные технические устройства, которые мы очищаем воду. Это озонирование, то есть, с помощью которого мы улучшаем цвет воды, а также убиваем всевозможные микробы. Это так называемая очистка с использованием химических веществ, такие как коагуланты или полимеры, то есть, когда мы делаем осадок, илу и так далее. И, безусловно, после того, как эта вода отстаивается и идет дальше, мы также добавляем остаточный хлор для того, чтобы, когда эта вода уже по трубам доходит до наших клиентов, в среднем это занимает время от 12 до 24 часов, то этот остаточный хлор делает так называемую санитарную гарантию, что когда человек берет из крана эту воду, там не появляется никакой жизни. Вот тут ключевое слово прозвучало – трубы. Все можно прекрасно очистить, но когда вода дойдет до нас по этим ржавым старым трубам, можно ли быть уверенным в том, что из-под крана она по-прежнему идет все того же хорошего качества? Вот, например, наш телецентр находится в старом здании еще в советское время. Да, и трубы у нас старые, капитального ремонта давно не было. В городе тоже рестораны предлагают воду из-под крана, а там тоже старая канализация. Александр, личный пример, он всегда лучше всего работает. Позвольте мне вас угостить водичкой из-под наших старых труб. Вот у нас здесь есть кухня небольшая, чтобы все были уверены в том, что на самом деле мы по-настоящему набираем воду из-под крана, а не заготовили рояль в куста. С водой из кулера все. Пожалуйста. Спасибо. И как? Ну, я думаю, что точно такая же, как у нас на работе. То есть у вас кулеров нет на работе? Нет, у нас кулеров нет, и мы всех призываем, также всех своих партнеров, чтобы они использовали воду из-под крана. На самом деле очень сложно понять, вода из-под крана или вода откуда-то из другого места, если нет какой-либо такой сильной привычки. Я могу привести свой пример, например, по поводу того, что я сам живу вне Таллина, но живу в той части, скажем так, Хариума, где Таллина весь обслуживает трубы. То есть у нас есть колодец, через который приходит вода в наши трубы, и мы пьем ее. А на работе я пью воду, которая очищается на станции Юльместа. Я настолько привык к этой воде, что я не делаю никакого различия. Что касается труб, то очень важно, каким образом эти трубы обслуживаются. И когда говорится, что трубы ржавые, то здесь очень важно понимать, что трубы металлические, и, как правило, эта ржавчина очень часто бывает снаружи. Что касается того, каким образом понять, вода отвечает синстандартам или нет, то, безусловно, берутся пробы. В год мы берем примерно 3000 проб у наших клиентов из кранов. Мы с департаментом здоровья согласовываем эти адреса. Мы берем эти пробы и проверяем их в лабораториях, отвечают эти пробы или нет. Если мы будем говорить о прошлом году, то за весь прошлый год из 3000 проб, примерно 4 пробы, если не ошибаюсь, не отвечали нормам. Это были в тех местах, где потребление на этот момент, когда мы брали пробу, было очень маленькое. То есть вода не двигалась практически в трубе и немножко превышала железо. После того, как эта труба была промыта, то есть более большое количество воды было пропущено через эту трубу, повторный анализ показал, что все нормализовалось. Мы говорим в основном о Таллине, а если говорить о других городах нашей страны, то как там ситуация, на ваш взгляд? Я сейчас еще добавлю по поводу прошлого вопроса, если вы позволите, по поводу старого города. Для того, чтобы иметь лицензию на деятельность ресторана, ресторан тоже обязан брать пробы. И вода, которую они используют для готовки, должна отвечать всем стандартам. Ну и коротко о других городах у нас. Время интервью кончается, к сожалению. Что касается других городах, то если мы говорим об Эстонии, то есть города, где безусловно вода отвечает всем стандартам. Есть те города, которые нуждаются в инвестициях и нуждаются... Назовите их. Где хуже всего? Я, к сожалению, не знаю, где хуже всего. Но, безусловно, если вы покопаетесь немножко в газетах и немножко посмотрите информацию в интернете, то, безусловно, появятся места. Был скандал, я боюсь назвать сейчас этот регион, где вода с червяками шла. И несколько, по-моему, два или три года боролись с этим. Ну, в любом случае, Александр не знает, где хуже всего, потому что Таллиннскому водоканалу нужно ориентироваться на собственные стандарты качества. А они, как заверяет нас директор по производству Таллиннавеси Александр Тимофеев, на высшем уровне. Да, пейте воду из-под крана.